Первый член последовательности равен нулю. Каждый следующий. Получается так. Надо к предыдущему прибавить единицу, а дальше либо взять это число, либо со знакомым голосом. Понятно определение? Таких последовательств, конечно, много. Каждый раз нужно принимать решение, плюс или минус. Задача. Докажите, для любого натурального числа n неравенство сумма первых n членов не меньше минус n пополам. В этой задаче есть два известных нерешения. Давайте я начну с немножко такого странного принудца решения. А потом будет решение алгебраическое, в высшей степени красивое и неожиданное. Итак, сначала решения придутся. Ну, понятно ли вам, что для равного единицы все очень... Ну, как у нас, а первое, да? Больше или равно, чем минус 1. Второе, вообще-то оно ноль. Ноль больше или раньше. Ну, и для двойки тоже. А второе, это вообще что такое? А второе, это то ли плюс, то ли минус 1. Да? Ну, поэтому надо написать так. То есть, 1 плюс минус 1. Ну, понятно, что это будет что-то неоприцательное. Так что все, даже запас. А теперь давайте сделаем так. Посмотрим, что пусть у нас для некоторых вариантов, значит, все хорошо. И пусть у нас есть более длинная последовательность, там, из n плюс 1 числа. Если все плюсы очидаются, то все хорошо. Да? Ну, тогда просто все числа будут неотрицательные. А здесь у нас стоит счет отрицательное. А любое неотрицательное число больше отрицательного. Отлично. Значит, в каком-то месте мы используем знак минус. Вот давайте посмотрим. Начала последовательность. Шла, 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 шла. И вдруг... Значит, у меня это было некое число, некое число альфа. И после этого самого альфа идет не альфа плюс 1, а что? Минус 1. Да, совершенно верно. Шла, шла, шла. Некое число альфа. И здесь идет минус альфа плюс 1. Замечательно. Ну, давайте подумаем. Это вообще-то минус альфа минус 1. Следующее число какое-то? К этому числу надо прибавить единицу. Значит, что будет? Будет минус альфа. Ну, и еще плюс-минус взять. То есть будет то же плюс, то же минус альфа. Господа, теперь, пожалуйста, внимательно посмотрите. Что будет, если мы вот эти два члена из последовательности вытянем? Что произойдет с суммой? Насколько она изменится? Альфа минус альфа минус 1. Это минус 1. Сумма изменится на минус единицу. Замечательно. А вы понимаете, что мы получим законную последовательность? Потому что ведь здесь стоит альфа, но по нашим правилам могло стоять. Здесь могло стоять и минус альфа. Поэтому, если я вырежу вот этот кусок, то я получу последовательность удовлетворяющую основную задачу. А значит, для нее не нравится быть вверх. Добавляю еще два члена. Понятно? И минус 1. Ну, как раз здесь пополам, поэтому все самосом. Поняли? Вот такая индукция с уменьшением числа n на двоих. Это один способ. Второй способ. Мне кажется, еще будет удивительным. Он заключается в следующем. Когда у вас есть равенство, то его можно записать в таком виде. x плюс минус y это то же самое, что x квадрат равняйте y квадрату. При разлетении в квадрат плюс минус превращается в плюс. Так? Отлично. Вот давайте сейчас напишем такие равенства. Здесь всего 1 плюс 1 строчка. Ну, в общем, первое, что-то здесь неинтересное. И давайте теперь сложим отдельно все левые части и все правые части. Что будет слева? Сумма квадратов. А один квадрат, а два квадрата. Это а-н-плюс первое. Что будет справа? Квадрат кроме а-н-плюс первое. Поэтому, если мы вычтем, то равенство превратится вот в какое. а-н-плюс первое в квадрате. Это ездит. Все эти квадраты исчезли. Они уничтожились с этими. Здесь остались в первой степени с коэффициентом 2. То есть здесь получилось так. 2 умножить на сумму. И еще единицы в количестве n штук. Потому что все было с одной строчкой, а в первой единице не было. И еще плюс n. И вот поскольку это квадрат, то это выражение не меньше 0. Ну, все. Значит, скобка не меньше, чем минус n пополам. Более того, эта формула показывает, каким образом делать вот эту скобку маленькой. Для этого надо, чтобы а-н-плюс первое было как можно меньше. Понятно, да? То есть если вы берете в качестве а-н-плюс первое 0, то тогда у нас получается это. В принципе, наши последовательности в нуле возможны. Давайте посмотрим, как это можно. 0, 1, 2. Скажем так, что там дальше может быть? Минус. А? Прибавляем единицу, берем с минусом. Прибавляем единицу, минус 2. Прибавляем единицу, будет минус 1. И 0. Видите? Можете проверить, чему равна сумма этих чисел. Сумма этих чисел – это минус 3. Согласны? 6 штук. Как раз минус 6 пополам – это минус 3. Минус 3. Вы моменты? 2, это минус 1. 3. 5, 1 и 3. 6.